здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня 29 августа и буду я говорить о винограде а точнее об ошибках которые я допустила в этом сезоне по уходу за виноградом то есть буду говорить о загущении о том что где-то может быть не до опрыснула их препаратами ну то есть сейчас все по подробненько подробненько постараюсь вам рассказать вначале я кратко хочу показать вам шпалеру одна шпалера у меня стоит вдоль домика на четырех стойках длинные считаю длинная здесь два сорта на этой шпалере одна шпалера расположена напротив полтора метра от второй значит на двух стойках здесь сорт другой но две лозы и с чего бы не начать конечно весной я всегда стараюсь поднять его и опреснуть медным купоросом трехпроцентным всегда и в этом году также я сделала я его открыла и опреснула трехпроцентным медным купоросом вот первый у меня кишмиш 342 он устойчивый считается к заболеваниям устойчивый но и солнце вот на него вот солнце уже уже вышло уже сидела за точкой уже вышло солнце на него очень много попадает но все равно здесь было загущение потому что у нас где-то в конце конце июня или в начале июля у нас были дожди сильные дожди побегов было много и это все повлияло конечно на лозу и ягодку не тронула у меня в этом кишмише но лоза вот он видеть глаза конечно исключилась следующий у меня идет запорожский кишмиш прошлом году я его делала видеоролик показывала какие были кисти но вот это тут так знаете мелочь то что осталось мелочь но то было чудо длинные сизые ягоды необыкновенные просто кисти необыкновенные вот такой вот он удлиненная форма кисть кисти вот всегда у него необыкновенный но в этом году у него вот видите сидит вот она вот она вот она она сидит уже долбит и их много потому что руки я опустила я практически в мешочке закладывать нечего кисти все погублены загублены все значит кишмиш запорожский он у меня конечно заболел больше тени здесь больше захищение было такое же но тени было больше вот вам результат вы посмотрите на него же страшно посмотреть страшно есть их можно но потом я же ведь не только бордовской жидкостью опрыскивала я еще когда он открылись проснулись почки и вот уже раскрытые были почки я опрыскивала топазом третий раз когда он был с горошек я ну не было возможности прохлопала ушами вот так вот вот такая моя ошибка виноград не любит загущение не любит и вот следующий еще страшнее здесь картину ужасов я думаю солнце наверно очень светит и не даст даже рассмотреть ягодки здесь также все я делаю так же как с тем виноградом и с этим но это даже не пойму почему почему она так может быть с прошлого года осталась вот эта болезнь но болезнь я вам все рассказываю рассказываю вы же по листикам наверное уже обратили внимание и плазе на пятнах это о идиум вот серая плесень какая-то садится вот она вначале на листики вот они вот они они деформируются сохнут на пятнах но сама сам листик вот видите он не отходят он не отпадает он держится твердо это признак о идиума ну и ягодки лопаются это тоже это тоже говорит о том что это заболевание о идиума вот она ведь она лопнул вот таких вот ягодок перед перед созреванием они начинают лопаться потому что уже лоза по лозе пошло болезнь уже пошла и все грибковое заболевание трудного вот еще вывести трудно она у меня кажется уже наверно третий сезон вот третий сезон ну вот висят баклажки вы я не буду о них говорить но вы видите вот там и шершень и осы ягодки там эти такие прелые ягодки я их с сахаром смешала они бродят и вот так обрезала сделала вот как ведерочку ну и вот вы сами вот увидите посмотрите сами сделаете кто этого никогда не делал и вон там полно их ну я даже повесила две а так просто повесила нету никакого как-то у меня уже настроение сезон с виноградом у меня не порадовал ну ну ничего страшного вот вроде как бы не тронуты а так там далее вот где тень больше попадает уже и ягодку нельзя скушать но это вот это вот чистенькая ягодка это еще я смогу а так крупный хороший розы сладкий как мед солнце светит и ничего целый день я уезжать собираюсь и у меня не будет возможности снять видео поэтому приходится вот при солнышке а так радуюсь все равно вот посмотрите вот кисточки они у меня небольшие и он не крупный но нравится мне нравится нравится вот нравится нравится ну волосы летают просто просто летают вот хорошие хорошие писточки нетронутые нетронутые ну вот так мои дорогие так что имейте ввиду это я говорю для начинающих виноградари потому что опытные они прекрасно знают что захищать виноград ни в коем случае нельзя это первый признак заболевания его надо обязательно обязательно надо чтобы был сквозняк между лозами было пространство было пространство и тогда можно спасти обрабатывать можно даже и один и два раза но загущение очень очень влияет на виноград ну плохую сторону я имею ввиду плохо влияет на нее и еще хочу сказать что в землю перед созреванием если идут дожди обязательно надо салфаном закрывать обязательно иначе весь урожай может полопаться есть такие сорта которые вот прямо очень очень влияет на него влага лишняя они начинают лопаться можно погубить 50 процентов урожая можно погубить ну вот все мои дорогие я рассказала вам свою ошибку заходите на мой канал смотрите и и уже теперь я думаю что вы будете знать я имею ввиду неопытные такие как я я виноградарь видно очень плохой поэтому вот совершаю такие ошибки хотя выращиваю его с десяток лет так заходите на мой канал смотрите видео и не забывайте подписываться всего вам доброго и удачи вам во всем какие большое и это это